Девушки отдыхают Как вы знаете, мы в прошлое воскресенье начали книгу «Деяния апостолов». Я верю и молюсь, чтобы эта проповедь сегодня подвела нас к Богу ближе. Я верю и молюсь, чтобы эта проповедь сегодня погрузила нас в силу Святого Духа. Я молюсь, чтобы эта проповедь сегодня погрузила нас в силу Святого Духа. Вы знаете, что вторая глава или то, что произошло там, изменила практически весь мир. Новая эра началась. Со второй главы «Деяния апостолов». Поэтому мы сегодня будем погружаться туда. Тот день, который изменил практически все на земле. И моя сегодня самая большая молитва, Господи, пусть тот день или сила Святого Духа, которая сошла в тот день, сегодня изменит каждого из нас. Аминь. Поэтому в конце этого служения я хочу молиться о том, чтобы сила Святого Духа реально и мощно присутствовала в моей жизни и в каждого из вас. That's why after the end of the sermon, we are going to be praying so that the Holy Spirit would truly work in our lives. Аминь. Аминь. Давайте посмотрим, что произошло. Let's look at what exactly happened. Иисус ушел. Jesus left. He said, wait. Ученики собрались в единстве и начали ждать. The apostles got together in unity and started to wait. Как долго им ждать нужно было? How did they have to wait? Один день? One day? Они не знали. They did not know. Неделю? One week? Может месяц? Может два? Никто не знал. No one knew. Сказал, ждите. В единстве. In unity. Пока не произойдет что-то. Until something happens. И мы читаем в Деянии во второй главе, что произошло. Я читаю первого стиха на русском языке. Все по-английски прочитают на экране. При наступлении же дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И сегодня я хочу проповедовать непосредственно о силе Святого Духа. Силе Святого Духа. И когда я начал изучать вот эту фразу, сила Святого Духа. Бог мне начал много что показывать. И когда я это все изучал, я просто не мог назвать проповедь свою по-другому. Как я ее назвал, подарок отца динамит. Некоторые, может быть, из вас скажут Причем тут динамит? Ну, понятно, сегодня день отца Вот давайте разберемся Первая мысль, что это вообще такое? В Деянии, в первой главе, восьмым стихом написано И вы примите силу Вот это слово сила На греческом языке Это дунамай Дунамай Это греческое слово И которое переводится на наш язык Как сила, власть и способность То есть, когда Иисус им говорил Вы примите силу Он подразумевал это дунамай Что это еще означает? Это означает наследственная власть То есть, другими словами, Он говорит Я пойду И Отец вам пошлет власть И вам лучше, чтобы я пошел Потому что что-то лучшее придет Это наследственное для вас Потом Он дальше говорил Что означает это слово дунамай Сила совершать чудеса То есть, исцеление, воскрешение, чудотворение Это все означает слово дунамай Healing, resurrection And everything that comes with it It means dunamai Еще это слово означает Нравственная сила И совершенство души It also means moral power Да, moral power Другими словами Он говорит Я вам пошлю дунамай Который сможет вам дать силу Быть твердым и непоколебимым In other words, He said I will send you dunamai That will give you strength And you aren't going to be unshakable И вы сможете тогда Моральной чистоте жить Then you could actually live In a morally good life Вы сможете побеждать плоть Побеждать грех с этой дунамай You could have victory over your body With that power of dunamai И потом говорит Что это еще означает Это влияние, которое принадлежит богатым Дунамай It also means that It's something that belongs to the rich Или подобное что-то Власти целой армии Power of the whole army Something like that Когда ученики слышали Дунамай В их глазах рисовалось Я иду в этой силе И за мной идет целая армия When the apostles heard that word They felt They understood it That when they were walking With that power They felt that the whole army Was following them Сила настолько мощная Которое Бог говорил Что как будто целая армия Идет за тобой The power of God What he meant was The power is so strong That you felt that The whole army was following you Вот что значит слово Дунамай That's what it means Дунамай Когда я изучаю это Думаю Господи Неужели это все Принадлежит нам Мне When I study this I keep asking God Does it really belong to me И Писание показывает Что да Это принадлежит нам И больше того От этого слова Дунамай Произошло слово Динамит И вы знаете Что такое Динамит Если динамит Взрывается Это видно И слышно далеко You can see it And feel it Along ways Вот что значит Сила Святого Духа That's what it means Power of the Holy Ghost И то что сегодня Принадлежит нам And that's what Belongs to us Дух Святой Готов учить нас В Иоанна В 14 главе 26 написано В стихе Что Он Вас Научит На всякую Правду направит То есть другими словами Дух Святой Готов направлять нас Каждый день нашей жизни Чем ты бы не занимался Дух Святой Готов направлять тебя Подсказывать тебе Что тебе делать Вот что доступно Мне и тебе сегодня That is what is Available Available for you and me Следующее В Римлянам 8.26 написано Он будет подкреплять нас В немощах наших In the same way The Spirit helps us In our weaknesses У нас есть слабости We have weaknesses Но Дух Святой Он будет нас поддерживать Он нам будет давать Эту силу Побеждать В немощах наших But the Holy Spirit Is going to give us Power in our own weakness И потом он говорит Что он даже больше Будет ходатайствовать За нас Дыханиями неизреченными And more than that Holy Spirit is going to Intercede with us With words unknown to men В 1 Коринфянам 12 В 12 главе написано Что Дух Святой Он будет наделять Людей мудростью Тем же Духом Знание Вера Исцеление Чудотворение Пророчество Различение Духов Иной язык Истолкование языков Приходит От Духа Святого То есть Одному из вас Из нас Кому-то будет Слово мудрости Слово знания Вера Исцеление Пророчество Это Дух Святой Готов нам давать Some of you are going to receive Word of knowledge Word of wisdom Healing power It is something that The Holy Spirit Is ready to give you Amen 8.14 Римлянам написано Ибо все Водимые Духом Божьим Суть сыны Божьи Romans 8.14 It says For those who are led By the Spirit of God Are the children of God Друзья мои Это реальные вещи сегодня And these things Are true today В моей жизни Было очень много Моментов Когда я говорю Дух Святой Веди меня Подсказывай мне Что мне делать In my own personal life I felt And I asked the Holy Spirit You lead me You tell me What exactly I need to do И каким-то образом Приходило слово Знание Мысль Такая уверенность Что когда делать And ways I don't understand But there was wisdom And knowledge And I knew And I understood What exactly I need to take Помню первый раз Когда Дух Святой Меня учил Этим вещам Это было Ну много лет назад Может быть Лет 15 назад I remember the first time It was quite a bit A ways away About 15 years ago When the Holy Spirit Started teaching В то время я жил в Киеве И как-то утром Проснулся И Господь мне внутри Говорит Пойди сегодня В другую церковь Там есть другая церковь Я не знал Где эта церковь находится Я знал Что там есть Где-то церковь А в то время Я молился Господи Дух Святой Ну научи меня Слышать голос Твой Научи меня Ити за тобой И помню Ну Господь Ну давай Ты готов? И я говорю Господь я готов Давай попробуем И я просто выхожу И иду Господи Куда мне идти? Иди на ту остановку Я пришел Стою Думаю Хорошо Разные автобусы Подъезжают Там 17-й 38-й Там разные автобусы Номера Я такой Господи Куда мне дальше идти? Подъезжает автобус Я слышу Господь Садись здесь В этот автобус И я сажусь В этот автобус Сижу и еду Думаю Окей Как долго ехать? Господи Смотрю Люди выходят Выходят На следующей остановке Еще люди вышли Я уже почти там Ни в кого в автобусе Не осталось Смотрю Мы выезжаем Как бы вообще Типа за город Там Поселки Какие-то профилактории Лагеря И я внутри Вот Господь Опять говорит А вот сейчас выходи Ну я думаю Ну хорошо Выходим Вышел Смотрю вокруг Ну реально Одни там Профилактории Какие-то Лагеря Такое вот место Странное место Думаю А где здесь церковь? И такой внутри Думаю Ну хорошо Пойду В ближайшее место Просто Спрошу Где здесь есть церковь Поблизости Захожу в ближайший Профилакторий В этот И Смотрю Открыто дверь Прямо иду В ту дверь И спрашивают Вы не знаете Где здесь есть церковь Или верующие И где собираются И женщина мне говорит Слушай Ты пришел правильно Потому что Прямо здесь Через полчаса Вот в том зале Будут собираться Верующие люди Я думаю Здорово Господи Кто эти люди Не знаю Но буду ждать Пришли там лидеры Открыли зал Я зашел Сел А потом начали Некоторые Лидеры там Собираться А кто ты такой А что ты такое Знакомиться Начали Я просто начал Говорить Я просто Живу здесь В Киеве Учусь Вот решил Посетить Вашу церковь Ну у меня Библия была Они видят Что человек Просвещенный Истиной И они говорят У нас сегодня Пастора нет Может быть Ты хотел бы Поделиться Словом Я говорю Окей Они мне дают Слово проповедовать Я начинаю проповедовать Друзья мои Это была Наверное Одна из мощнейших Проповедей В то мое время Я выходил Назад Я реально Не шел по земле Реально Я шел по земле Но такое чувство Было Ты просто В таком Огромнейшем Помазании Господнем Вокруг тебя Внутри тебя И просто Дух Святой Он вокруг И что самое интересное Там Бог действовал Мощно В том служении Многие люди Там обратились Была такая Мощная молитва Дух Святой Короче работал Сегодня я говорю Что Дух Святой Может руководить Нами И в Луке В первой главе 35 стихом Когда шла речь О Марии Бог ей Ангел ей Сказал Когда Дух Святой Сойдет на тебя И сила Всевышнего Осветит тебя Дух Святой Сойдет на тебя Сила Всевышнего Осветит тебя Видите, да? Когда Дух Святой Приходит Тогда сила Всевышнего Приходит И тогда происходит Зачатие Любого О чем ты Думаешь Размышляешь И то будет От Господа Если ты сегодня Думаешь о чем-то Чтобы что-то Произошло В твоей жизни В будущем Какие-то планы Какие-то идеи Когда Дух Святой Приходит Сила Всевышнего Освещает И тогда Господь Дает видение Слова Знание И ты просто понимаешь Что это от Господа И оно имеет силу И состоится В Бытие В первой главе Вторым стихом Написано Что Дух Божий Носился над водами Он созидал Он формировал Всю землю И из тьмы Над бездной Появилась Прекраснейшая Красивая земля Вот что делает Сегодня Дух Святой Дух Святой Нам дает жизнь В Иоаннах 3-5 Написано Что Мы не можем Войти в Царствие Божие Если Дух Святой Мы не родимся От воды и Духа В 8-11 Римлянам написано О том Что Дух Святой Который воскресил Иисуса Христа Он будет воскрешать И наши Смертные тела Дорогие Вот с чем Мы имеем дело Кто из вас Хочет полноты Дорогие мои Я реально Хочу полноты Силы Святого Духа В моей жизни Начиная от того Чтобы мудрость Иметь для жизни Побеждать над собой Над своей плотью Над грехом В жизни Двигаться в победе И власти Духа Божьего И делать то Что Бог призывает И делать И стоит вопрос Господи А как это получить И второй пункт На моей проповеди Как принять силу Духа Святого И Петр сказал им Покайтесь Креститься каждый из вас И получите дар Святого Духа Все начинается С искреннего Искания Покаяния Когда ты каешься Перед Богом Когда ты ищешь Святого Бога Тогда Господь Приходит И готов тебя Погрузить В силу Святого Духа И потом В первоапостольской Твоей церкви Что происходило И обычные апостолы Просто приходили Возлагали руки На всех других людей И от этих рук От того Что они исполняли Это по слову Божьему Сила Божья Сходила на людей И все общество Менялось Судьбы людей Менялись И все это Происходило Вот так просто Халлелуя Слава нашему Господу Дорогие мои Я молюсь о том Чтобы Господь Сегодня В такой простой Атмосфере Как мы сегодня Собрались Погрузил тебя И меня В свою силу Халлелуя Какие результаты Этого Третий пункт Моей проповеди Знаете Когда приходит Дух Святой Туда вера Внутри нас Становится Такой сильной Что она Изгоняет Любой страх Отец Небесный Приготовил нам Наследство Сегодня мы Как отцы Мы приготовляем Наследство Для своих детей И если ты уже Сегодня Отец Хочу тебе Сказать следующее Время мальчишества Закончилось Твоё время Подготовить Наследство И передать его Твоим детям Пришло твоё время Ты сможешь Передать Только то Что есть Внутри тебя Каким ты видишь Своих будущих Детей Каким ты видишь Детей в будущем Сильных Стоящих в вере Помазанных Если таких Тебе нужно Это иметь Внутри себя Тогда ты сможешь Это передать Другим И сегодня Ты можешь Стать таким Потому что Отец Наш Небесный Дает нам Эту силу И я верю Что сегодня Это происходит В жизни Нашей Какие ещё Результаты В 1.8 Римлянам Деяния мы читаем Примите сил И будьте Мне свидетелями Слово Свидетель Интересное слово Опять пошёл В греческий На греческом языке Слово Свидетель Звучит Как Мартус Когда Первоапостольская Церковь Слышала Примите Дунамай И станете Мартус Они слышали Что я буду Не просто Свидетелем Сошествия Духа Святого Но также Я буду Идти до конца Даже до смерти И когда они знали Что я буду Мартус Они знали Что если придёт Вопрос Или станет Вопрос Жизни и смерти Я готов буду Умереть За то Что я принял Они не стеснялись Не боялись Страха не было Говорили Убивайте Я знаю куда я иду Нет разницы Раньше Или позже Всё равно Буду там С моим Отцом Вот что Дух Святой Дунамай делает И что происходило В то время После такого Посвящения Мы читаем В Деянии Служение Совершалось В силе Много чудес Было Освобождение От нечистых Духов Бог брал Филиппа Переносил В другое место Ангел Ангелы Выводились Тюрем Людей По молитве Святых Место Колебалось Представляете Молитва Мы на том месте Наша молитва По нашей молитве Поколебалось Место Дунамай Взрыв Который Действительности Может поколебать Место Откровение Видение Бог давал Господи Я хочу Сегодня Первоапостольскую Церковь Хочу жить Такой жизнью Кто из вас Хочет Такой жизнью Я хочу Такой жизнью Кто Хочет Это А кто Из вас Готов Уйти До Конца Дорогие Мои Это Посвящение Деяние 2.42 Написано Что Как Они Пришли К этому Постоянно Пребывали В учении Общение Молитве И страх Был На каждой Душе У верующих Все было Одно Единодушно Пребывали Каждый день В храме И по домам Сегодня я готов Искренне Приходи И Бог Говорит Господь Наполни Духом Твоим Святым Дунамай Помазанием Твоим Которое Будет Преображать Которое Будет Давать Мудрость Власть Жизни Я знаю Что это Совершалось Достаточно Просто В первоапостольский Когда просто Церковь Молилась Друг за Друга Когда Служители Возлагали Руки На Людей И они Видели Что-то Происходило В их Жизни Я хочу Чтобы У нас Сейчас Была Молитва Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Субтитров